Всем привет! Продолжаю снимать видео об английском языке. Я первое свое видео просмотрела. Кое-что я там упустила, о чем забыла сказать, но оно у меня и так долгим получилось. И также рассказать о том, как Виктор учил и как дети разговаривают на английском языке. Значит, что упустила я в первом видео, я забыла сказать о той категории, которые приезжают в Америку. В основном это женщины, кто выходит за американцев замуж. Но есть и мужчины, которые, но в основном в основной массе это женщины. И как они изучают английский язык. Зная некоторых и смотря других блогеров. Я вот знаю, что кто-то уже приехал в 40 лет, вышли замуж в таком возрасте. Как они изучают язык? В пример я буду приводить свою подругу. Она живет в Америке уже 15 лет. У нее двое детей. Она приехала в 30 лет. Когда она приехала, они с мужем общались по словарю. Вот она по словарю ему переводила. Он ей также переводил. И вот в течение полугода-года они вот так общались. Пока он был на работе, она изучала по компьютеру язык, телевидение смотрела. У нее не было здесь вообще русского общения. Она никого не знала. Не знала о русском телевидении. Можно сказать, она погрузилась в эту американскую среду. Это также относится к женщинам, да и постарше, которые допустим в 40 лет и старше приехали, да. И вот у них такая ситуация. У нее не было детей. И получается, понимаете, начинает у этих женщин мозги, вот мое такое восприятие, мозги работают на все, наверное, там 99-100%. Как ему сказать? Что ему сказать? Как ему объяснить, что я хочу? Постоянно, каждый день идет вот такое осмысление в голове, что, как сказать. И знаете, это своего рода стресс происходит в организме каждой женщины. И вот под этим стрессом женщины начинают быстрее усваивать английский. Я уже об этом тоже не раз слышала. Как бы вот в стрессовой ситуации наши силы вырастают, мы даже не знаем, да, к чему мы способны. Получается, женщины как бы в стрессе изучают английский язык. Как что сказать? И, кстати, у многих это неплохо получается, что произошло и с моей подругой. И в течение там года, двух лет она уже смогла с мужем более-менее разговаривать. Потом у них родились дети. Первый ребенок, второй. И, соответственно, сейчас она уже с детьми разговаривает только на английском языке. Это вот тоже, знаете, такая тенденция, что сначала женщин вообще не знают языка, а потом она так погружается в эту среду, что уже дети знают только английский язык. Но это тоже отдельный вопрос, мне кажется, потому что я вот сейчас это уже понимаю, насколько тяжело женщинам, которые замужем за американцем, поддерживать два языка и чтобы дети знали два языка. Это хорошо, если у них тут есть, допустим, какие-то бабушки, там тети и дяди, которые говорят на русском, братья и сестры двоюродные, тогда язык легче поддерживается. Когда никого нету здесь в Америке, то женщине самой, она вот уже выучила язык, она разговаривает с мужем на английском, ей уже очень тяжело переключаться английский-русский, английский-русский. Вот эти мытарства не каждая женщина может как бы... Но это возможно, это возможно, да. И как бы это тоже хорошо, когда дети знают два языка. Но это уже, говорю, это уже другая история. Это вот то, что как бы происходит с женщинами. Видите, мы те, кто имеем полностью русскоговорящие семьи, да, мы лишены были такого стресса. У нас был, конечно, тоже определенный стресс, когда мы приехали в Америку и тоже как-то мы старались изучать этот английский язык. Но говорю, не настолько это стресс, как этот стресс у женщин, кто замуж выходит за американцев. Потом хотелось ответить на то, как Виктор, да, изучал английский. Виктор, вообще мы с ним еще в школе учили английский язык, но школа это есть школа, там прошло уже сколько, больше 15 лет после школы, как мы попали в Америку, да, все это там забывается. Конечно, мы знаем ABCD, 123, те, кто закончил в школах английский язык. И поэтому, приехав сюда, может быть, в какой-то мере немножко легче его изучить, чем тем, кто, допустим, изучал там немецкий или французский язык. Но все равно это не как бы играет, знаете, основной такой роли в изучении английского. И перед тем, как уехать в Америку, Виктор уже где-то около двух лет, он слушал, у него было желание вот выучить другой язык, английский. Он часто очень слушал в наушниках эту английскую речь. У него там какие-то были уроки, лекции он записывал, так как работа ему это позволяла. Пока он работал, клал плитку, он часами слушал этот английский язык, можно сказать, ничего не понимая. Но все равно, он как бы в себя это все впитывал. И приехав уже в Америку, да, конечно, у него уже какая-то база была. Уже он там пытался в аэропорту разговаривать. Даже с консулом он старался разговаривать на английском, вот когда мы уезжали. У него уже была определенная база и, приехав уже сюда, ему, конечно, это легче далось. Он тоже проходил, помню, пятый левел в школу ВСЛ закончил. И все, у него настолько этот английский очень быстро пошел. И сразу, сразу, сразу он уже стал так общаться, общаться постепенно с американцами. И где-то уже прожив в Америке около года, да, он уже пошел в колледж учиться. У него это все быстро пошло. Это вот те люди, которые я называю, у которых есть способность к языкам. Те люди очень быстро берут английский, буквально в первый год. Учатся или идут работать и неплохо разговаривают на английском языке. Но хочу сказать, что даже до совершенства им очень и очень далеко. Хотя Виктор закончил колледж, он вращается в американской среде, он работает с американцами каждый день, у него работа из общения состоит. Он общается с клиентами, он работает в клинике в медицинской. Он постоянно телевидение смотрит эти каналы, HBO, там и другие фильмы, передач. Он все смотрит на английском. Он только несколько передач со мной смотрит. Это давай поженимся, пусть говорят. Ну, КВН мы смотрим, и Прожектор Пересхильтон, да, вот передача там, Вечерний Урган сейчас уже называется уже, то и нет передачи. Вот в основном, что он смотрит на русском языке, но иногда какие-то фильмы там, но это редко. Он погружен в американскую среду, и то он говорит, что очень часто бывает такое, что раз, и он не понял, он просто не понимает, о чем говорят американцы, потому что это нужно уже вырасти в этой среде, чтобы этот понимать, чтобы понимать этот сленг, понимать эти какие-то фильмы, вот как мы выросли на старых фильмах, да, если мы какие-то фразы говорим, мы это знаем. Допустим, он говорит, когда американцы это говорили, он говорит, я вообще теряюсь, я не понимаю, о чем они говорят, о каких-то там высказываниях из фильмов, из песен. Соответственно, уже в этом у него английский немножко, ну, как я говорю, не полностью, да, вот в таком уже возрасте, прям вот, ну, полностью выучить, как многие говорят, ой, да так идеально там я знаю язык, но это невозможно идеально знать, каждый, конечно, приукрашивает свои способности здесь, ну, вот так вот. О детях тоже вот периодически пишут, что у вас очень Никита хорошо говорит на русском, вообще у него нет акцента, потому что мы дома разговариваем на русском, вот у меня один ответ, я вот не знаю, мне кажется, если те, кто не разговаривают дома на русском, переходят на английский, уже живя здесь, и поэтому у них дети не говорят на родном языке, или хотя бы только понимают, да, но у нас была русскоговорящая семья, и мы дома говорили на русском, первые годы Никита вообще несколько лет не ходил в школу, потом он только когда пошел в киндергарден, там, в первый класс, у него только тогда началось изучение английского, у старшего сына, конечно, это все быстрое произошло, через полгода он уже разговаривал, ну, на его уровне для ребенка 9 лет, он уже через полгода разговаривал на английском, у Никиты это как бы был очень долгий период, проучившись в школе, наверное, года три только на четвертый год у него такой уже пошел разговорный английский, когда он уже стал, он все понимал, понимал, понимал в классе, учительницу там, детей, но он не мог, он не разговаривал на английском как-то, а вот когда прошло уже 3-4 года, да, он уже стал очень хорошо говорить по-английски, и сейчас тоже ему это нравится, и он свободно, конечно же, общается с американцами, почти все понимает, дети, они, конечно, это все быстро хватают, да, все это быстро узнают, и вот, ну, такой у меня ответ, что мы просто общались на русском, и, соответственно, и старший сын тоже, но, знаете, все равно есть, конечно, одно дело получать образование, когда мы там живем, и как дети, они больше и больше слов узнают, да, у этих детей здесь в Америке, у наших русских, у них все равно словарный запас немножко ограничен, и особенно уже в более подростковом возрасте, они общаются с американцами, телевидение, все на английском, только общение с родителями на русском, ну, и, допустим, если там есть родственники, да, у них все равно, конечно, немножко словарный запас, видно, что он немножко страдает, но они неплохо сказать, очень даже неплохо говорят на своем языке, даже, вот, и старший сын наш и писать умеет на русском. Я считаю, что нужно просто общаться, те вот, кто не общаются, соответственно, у них дети и не говорят, да. Также хотела еще вот добавить, вспомнила, что стрессовые ситуации не только у женщин, да, которые замуж выходят за американцев, но и очень часто эти стрессовые ситуации, когда мы изучаем английский язык, происходят, когда вот эмигранты приезжают и идут на работу, к американцам работать, вот это тоже, знаете, дает такой вот, как толчок, опять-таки стресс происходит, когда там к тебе подходит менеджер, супервайзер, тебе начинает что-то говорить, что тебе делать, а ты не Бенни Мэн, ну, ты знаешь несколько слов, и они тебя ведут, показывают, что тебе нужно делать, да. И это тоже своего рода стресс, многие тоже об этом говорят, что говорят, я в таком стрессе работала там первые несколько месяцев, абсолютно ничего не понимал, не понимала, но, говорит, потом как бы это очень хорошо, это дало мне толчок изучению языка. Вот этот вот стрессовое состояние, я считаю, оно тоже очень хорошо для того, чтобы вот выучить английский язык, многим, кстати, это и помогло. Что я еще хочу добавить, что если вот вы собираетесь, да, многие вот, кто смотрят там наши каналы, кто живет в Америке, собираются ехать в Америку, играют в грин-карты или по каким-то там политическим соображениям приезжают, или по рабочей визе приезжают и хотят тут остаться, что просто нужно знать, что английский только будет зависеть от ваших возможностей. Ничего здесь не поменяется, когда вы приедете в Америку, ничего сверхъестественного не произойдет, только ваша внутренняя возможность к изучению английского языка и об этом вы уже сможете узнать здесь. Еще, конечно, иногда спрашивают, нужно ли изучать там язык или я приеду там выучу, но, конечно, нужно. Конечно, если вы готовитесь в Америку, вы хотите, конечно, начинаете там читать, изучать какие-то слова, что вы уже приедете, у вас уже будет словарный запас, да, чем вы сюда приедете и ABCD начнете изучать с самого начала. Конечно, все это нужно начинать вот с самого момента еще живя там. Ну, а как пойдет язык, это только вы здесь уже сможете понять, когда приедете, когда проживете год, два, три и тогда поймете, насколько это легко и просто выучить английский, как вы будете здесь отлично разговаривать и все понимать. Все это вы уже сможете понять только здесь в Америке или там в любой другой стране, куда вы там поедете в Европу, да, в Германию, во Францию. Только там вы уже познаете резервы, так скажем, своего организма, насколько реально выучить язык в определенном возрасте и разговаривать на нем и общаться. Ну, вот на этом, наверное, буду уже заканчивать это видео. Если есть какие-то вопросы, то пишите. Все, всем пока! Изучайте английский язык! Субтитры создавал DimaTorzok